Привет, друзья! Продолжаю серию повествований. Пётр Алексеевич Порошенко – наш президент. Сейчас, пока вы там воюете на фронтах, пока вы там гниете в окопах, Пётр Алексеевич Порошенко, его торговая марка завоевывает Россию. Пётр Алексеевич Порошенко в Москве. В России сам присутствует, не сам, его торговая марка, пока вы гниете на фронтах. Что одна сторона, что другая. Может быть, его в России уже нету, но его торговая печать, его лапа, его стопа, его булава находятся в самом центре вражеской столицы. Смотрите ассортимент. Хит-продаж, киевский торт. Вот видите здесь, Москва. Извините, снимаю с телефона, не программы. Значит, какой у нас тут торты, конфеты? Давайте посмотрим конфеты, какие у нас есть. Вечерний Киев. Пожалуйста, цена 799 рублей. Вы должны радоваться, что, что Пётр Алексеевич Порошенко наконец-то победил Владимира Владимировича Путина. Вы говорите, плохой президент. Смотрите, Рошен Черри Квин. Шоколадки. И самое главное, писк. Вот смотрите, сувенирный набор Украина. Украина. Желто-синий флаг в самом центре Москвы. В самом пекле, в самом центре, в самом сердце вражеской столицы, которая на вас направила войска и пытается вас размять. А Пётр Алексеевич уже занёс булаву над Кремлёвым. Ещё будет интересно, если он сделает кремлёвский. Что самое интересное, мы сейчас посмотрим, как же осуществляется доставка на территорию Российской Федерации и в Москву. Доставим вовремя. Доставка осуществляется на следующий день после заказа. Прямо из Киева. Прямо из Киева. Не надо войска. Нужно только баблища и нужно конфету торговую марку гетьмана всея Украины Петра Алексеевича Порошенко. Слава Гетьману. И что бы вы ни говорили, как бы вы ни считали, что я стебуся, я говорю, вы умираете, пенсии вам не платят, вы скитаетесь на заработу. Но он в своём секторе, будучи президентом, обеспечил работу. Мало того, того, чего не удалось фашистской Германии, он просто успел сделать немыслимое. Установил своё прямо, блин, ну в Москве. Вот смотрите. Отзывы. Огромное спасибо. Очень приятно, что хоть кто-то может порадовать такой вкуснотищей. Что хоть кто-то. Спасибо за внимание и пультуальность. Главное, что приятно удивило. Всё свежее и вкусное. Теперь Наташа Овчаренко пишет. Ура! Мои любимые торты в Москве. Спасибо вам. И Москва даёт работу. И такая вкусняшка этот киевский торт. Действительно, если бы Пётр Алексеевич был таким неуспешным и плохим, и реальным врагом Москвы, вполне возможно, чтобы Москва его не запустила на свою территорию. Да прямо ещё в самое логово. Говорят, что это как бы чуть ли не в бункере Гитлера продаётся всё это. А вот смотрите, конфетки шоколадные, глазированные, на развес. Коко! Не поётся вам коко-чоко, ку-ку-пу-ку, рошен. Вот видите конфетки? Боннифрут, рошен. Какую другую? Карамельку, чтобы зубы вылетали, и москвичи, сволочи, лечились. Рошен, карамельки-барбариски. А вы говорите, Пётр Алексеевич, такой-сякой. Так вот, если он будет даже на второй, на третий срок, так я вам говорю, он даже будет на Луне продавать эти конфеты лунатикам по всему миру. И что бы ни говорили, он успешный президент, и он успешный бизнесмен. А те все, что начали, вчера его поддерживали, сейчас начали на него гнать бочку, вешать дохлых собак. Нет, посмотрите. Разве удавалось Сталину во время Второй мировой войны в бункере Гитлера продавать свою халву или сигалеты кубинские? Нет. Но этого превзошёл, этого усатого, как его называют ещё, таракана, превзошёл. Сам гетьман украинский им продаёт недалеко от бункера. С врагом Путин такой-то, да? Все кричат Путин. Свои конфетки Рошен, смотрите. Он физически не присутствует, но вот он, вот он, Рошен, 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 Рошен. Нет уж здесь чего-то такого плохого. Вот его всё, бисквиты, рулеты, Рошен. Смотрите, вы говорите, я несу, я гоню. Да у вас самый лучший президент в мире. Денег у вас нет. А может, вы, ребята, ленивые? А может, вы не хотите возвращаться в село доить коров? А может, вы не хотите, как я вчера показал, за 5 фунтов или за 30 долларов слетать в Лондон и обратно, подзаработать здесь недельку дорогую? Полетайте в Польшу на клубничку, на ягодки, на кизяки, на ферму какую-то. Ну, вы же добились всего того, что хотели. Да, хочется ещё лучше, ещё лучше, ещё лучше. А в Киеве выйдите на улицы, да там машины на марах больше, чем за рубежом. Больше. Я уже не говорю о том, какую одежду носят люди. Да, многие носят секонд-хенд. Но еда-то натуральная у вас, и вы делаете, что хотите. Абсолютно. А посмотрите на депутатов Верховной Рады. Вы же их всех туда выбрали. Или их назначили, или как. Они все отстаивают ваши права. Как вы можете говорить, что у вас плохой президент, если вы не сносите эту власть? Как можно говорить, что он такой, он вор? Какой он вор? Посмотрите, в центре Москвы, в бункере Путлера, недалеко от бункера, находится торговая марка Советского Союза. Прямо в центре. Ешь, Гитлерюга, скотина. Кушай, соси конфетки. Вот вам, все российские войска, отправляясь на фронт, то ли в Сирию, то ли в далекое Забалькалье, то ли, ну ладно, они, знаешь, как бы в командировки едут на Донецк там подзаработать. У них у всех леденец рошен в кармане. Вы что, не понимаете? А у наших вояки, что на фронте, хиба есть конфеты рошен? Немае, и киевских тортів на свята не дают. Вот и все, ребята. А все остальное – это наносное. Наш народ устроен так никогда, ни при каких обстоятельствах, никакой президент долго нравиться не будет. Ну, вы ж не собираете вещи, вы не собираете Майдан, вы не спеваете песни, вы не бьете в бубны, вы не варите борщи. Чому? А тому, что все у вас хорошо. Не гундите, не тошните. Вот вам пальчиком своим показываю. Москва, киевская кондитерская доставка прямо с Киева поездами, которые нахрен отменили, или самолетами, которые не летают. Может, вы скажете, не летают через Стамбул и через Кишинев? Я скажу, вы очень сомневаетесь. Петр Алексеевич не любит продавать своим клиентам фуфло. А фуфло гонят все, которые вокруг него и которые не хотят, чтобы Украина была успешна. Ведь он добился очень и очень многого. Я вам говорю, Петр Порошенко наш президент. Он один во всей истории умудрился поставить свою торговую точку своих репрезентантов в самом пекле, в самом логове Путлера, в городе Москве. Ни один этого не до сих. А вы его сейчас хаете, болваны. У вас есть возможность поехать заработать? У вас есть возможность делать что угодно? И вы этого уже не хотите? Вы хотите назад в кандалы к восточному зверю, который вас закает, закует, затаврует, оцифрует, и вы будете снова бесплатно работать за сосушку, как в Советском Союзе? Думайте, господа, ваш президент Порошенко добыть этому и дозгинуть его все вороги. Бай!